Максимум 15 минут. Столько времени должно уйти, чтобы по тревожной кнопке в лагерь приехали сотрудники вне ведомственной охраны. Как она работает в загородном лагере Орленок, проверяет лично Алексей Дюмин. На другом конце и не знает, что вызывает губернатор, но два вооруженных бойца прибывают на место ровно через 7 минут после вызова. За время всей службы, сейчас не прошло, командир действия, старший сервейтарь. Откуда прибыли? С Токарева ехали. Откуда? С Токарева, с Мезослогацией. Сколько по времени у вас по нормативам приедут? Сюда примерно на минут 7, наверное, так. Сколько времени пришло? 7 минут. Хорошо, ребят, спасибо, молодцы. Спасибо за службу. Продолжайте. Безопасность детских лагерей – это первое, на что смотрят различные комиссии во время проверки. Поэтому рабочий визит в детский лагерь Орленок глава региона начинает с того же. Губернатору докладывают, территория лагеря полностью огорожена, освещена по периметру. Здесь установлено 8 камер видеонаблюдения. К охране лагеря у Алексея Дюмина вопросов нет, чего не скажешь о пожарной безопасности. Губернатор заходит в один из спальных корпусов, они в Орленке деревянные. Но вместо положенных двух огнетушителей находит лишь один. Нарушения немедленно устранить требует Дюмин, а еще решить вопрос с асфальтированием территории. Дорожки все в ямах. О питании детей губернатору рассказывают в столовой лагеря. Оно шестиразовое. Ребятам каждый день дают свежие фрукты и овощи. Вкусно ли кормят? Дюмин спрашивает и у детей. Мне здесь очень нравится, кормят здесь хорошо, особенно на полдень или на второй завтрак нам дают всякие фрукты. Вот сегодня, например, была груша. Кормят здесь очень вкусно, но иногда не очень, потому что там бывают рыбы, а рыбу я не очень люблю. Орленок принимает уже вторую смену. Сейчас здесь отдыхает 145 ребят в возрасте от 7 до 16 лет. Скучать некогда, признаются мальчишки и девчонки о телефонах и интернете, даже не вспоминают. День в загородном лагере расписан буквально по часам после зарядки и завтрака. Ребята сразу отправляются по станциям. Одни мастерят оригами, другие рисуют, а еще играют в морской бой и футбол. С утра профильный мастер-класс различной направленности. Развиваем волонтерскую деятельность в ребятах, расскажем, что такое волонтерство, каким оно бывает, как можно стать волонтером, журналистикой, мастер-классы по журналистике. Также нетрадиционная техника рисования, плетение, аэродизайн, оригами. Вечером либо дискотека, либо крупные мероприятия на сцене. В лагере все нравится, отвечают губернаторы ребята на вопрос, чего не хватает. Просят привести в порядок футбольное поле. Спортивный инвентарь старый, площадка в кочках. Над этим вопросом подумают, обещает Алексей Дюмин. Есть определенная программа для оздоровления лагерей. Мы постепенно будем реализовывать. Самое главное, что здесь в плане безопасности у вас все нормально. И питание тоже, я посмотрел, очень здорово. Все устраивает, жалоб нет. Каждый день у меня приходят отчеты, как обстоят дела, сколько потоков, сколько отрядов отдыхает, какое количество общих детей. Поэтому будем постепенно это хозяйство все приводить в порядок. В следующем году ждут перемены и орленок. В лагере появится новый спальный корпус. Он будет рассчитан на 30 мест. На его строительство уже заложили больше 12 миллионов рублей. Провести время весело. Используясь следующим летом, здесь сможет еще больше ребят. Надежда Милехина, Руслан Кравченко, Первый Тульский.